Всем привет! Когда девушка вносит изменения в свою прическу, меняется вся ее жизнь. Вплоть до места жительства. А, да, мне же некуда идти. У меня нет квартиры, в которую я могла бы переехать, но у меня есть коробка. В ней очень много вещей. Я могу их выловить и жить в коробке. Теперь мне вообще негде жить. Когда я выбирала эти вещи, я думала, они могут изменить мою жизнь. Так же, как думают девушки, которые идут в прихмахерскую отрезать один сантиметр волос. Так же, как думала я, когда красила волосы в фиолетовый цвет. А потом поняла, что из-за этого цвета мне не подходит половина моего гардероба. Мне нечего носить. Подумала я и заказала кучу несвойственных себе вещей для смены имиджа. Давайте покажу. Вы таких еще не видели, потому что у меня таких еще не было. И первая вещь, которую я хочу вам показать, находится в коробке, полностью описывающей мое состояние. Это я обувь заказала. Чтобы, знаете, в новую жизнь войти уверенным шагом. И, в общем, ну это максимум. Дальше не лезет. Ботинки-то хорошие. Моего 37-го размера. Красивые. Буду на них смотреть. Заказала я их для того, чтобы выглядеть более серьезной. Потому что они выглядят серьезными. Но разве у серьезных людей может быть такая маленькая пятка? А это вторая серьезная вещь, которая дала мне понять, что дело не только в пятке. Потому что, когда я их надевала, они сначала треснули. И на этом все закончилось. Надеть я их надела. А пойти не смогла. Они едва не лопнули на моих играх. То есть я могла в них только стоять и не дышать. А серьезные люди вообще-то много ходят. И что-то как-то серьезный стиль это не мое немного. И, короче, я потом психанула, забила на серьезность и заказала себе пижаму. Когда она ко мне пришла, я долго не могла понять, чем же она мне так понравилась. Потому что вот я на нее смотрю и понимаю. Она мне нравится. Причем нравится как-то по-особенному. Необычно. Как будто между нами есть какая-то невидимая связь. И потом я вспоминаю, что у меня есть точно такая же овечка. Моя самая любимая плюшевая игрушка. Вообще-то раньше она была белого цвета. Но зато теперь она прям как цвет моей пижамы. Раньше она, конечно, и помягче была. Но возраст дает о себе знать. Только не мой. Мне уже почти 19 лет. А я рассказываю вам о своих любимых плюшевых игрушках. И рассказываю о том, как влюбилась в пижаму с овечкой. Но она, кстати, реально суперская. Очень мягкая и теплая. И в ней можно вспотеть. Но это не важно. Потому что пижамы носят дома. Ну а дома можно потеть и чувствовать себя как дома. А чтобы не вспотела я, но вспотели все окружающие, я заказала вот это. Это шорты. И я выбирала их под цвет волос. Немного не получилось. Но у меня так всегда бывает по жизни. А это топ. Его надо надевать вот сюда. Вот как это все выглядело на модели. И с ним у меня тоже немного не получилось. Но я сразу подумала о том, что так может получиться. Потому что это практически очевидно. И я заказала такую футболку. Буду поверх футболки надевать. И, кстати, футболка очень мягкая и приятная на ощупь. И это очень обидно. Потому что мама в ней на улицу меня не пустит. Есть еще одна вещь, в которой мама не пустила бы меня на улицу. Это купальник. Думаете, я собираюсь на море? Нет. Я заказала его из зависти. Из-за светлой, конечно. Белой зависти. Белый, как мой чемодан. Дело в том, что я участвую в съемках реалити-шоу, которое называется «Кто ты?». Это шоу про талантливых детей, которые умеют петь и танцевать. И меня туда выбрали в качестве жюри. Совсем недавно проходил кастинг, в котором из 30 детей мы выбрали 11 самых талантливых. И отправили их на остров. Плавать. Загорать. Хвастаться своими купальниками новыми. Но это все не важно. Они поехали туда не для всего того, что я сейчас перечислила. Я надеюсь. А для того, чтобы выполнять задания, петь и танцевать. И прокачивать свои навыки. Чтобы в итоге стать победителем. А на том кастинге, где мы выбирали талантливых детей, я была корреспондентом. И чувствовала себя так неловко, как сейчас перед вами в этом купальнике. А чтобы быть неголословной, я оставлю вам ссылочку на этот кастинг. И вы не будьте равнодушными. Посмотрите, пожалуйста. Я там очень сильно нервничала. А еще уже сегодня вышла первая серия этого шоу с острова. Поэтому предлагаю вам укутаться в шубы. Закрыть окно поплотнее, чтобы ветром не сдуло. И посмотреть на лето, талантливых детей. В общем, на все то, чего у нас нет. И на первую серию ссылка тоже в описании. Само собой. А вот это вот, ну это пипец просто. Шуба. Вот я как бы хорошо себя знаю, и в чем-то странном иногда могу себя понять. И кажется, впервые я не смогла этого сделать. Она неплохая, даже хорошая. У нее вон волосы мягче моих. Но в этом-то вся и проблема. Почему она похожа на чужие волосы? Но мне, как и любой другой девушке, конечно, приятно от осознания того, что у меня есть шуба в гардеробе. Хоть какая-то. А вот эти вот, тапули, я заказала в один момент с той шубой. Для чего? Я типа вместе с шубой хотела их носить. Но они клевые. Даже целиком налазят. Блин. Я нашла вещи, которые можно носить с тапочками. Вещи, о которых я забыла. Футболка с шортами. Ну шорты молодцы, это понятно. Они, кстати, суперские. Но этот комплект я заказывала ради футболки. Но она идеальная просто. Красивая. Женственная. И ее не нужно гладить. Не, ну зачем ее гладить, если она уже мятая? То есть я могу просто сделать так. И надеть ее в любой момент. А что может быть удобнее? Ничего. Но, как ни странно, я нашла вещь еще более практичную, чем это. Толстовочное платье. Платьишная толстовка. Вы его надеваете, и уже все прекрасно. Как можно было бы подумать. Но нет. Потом мы просто надеваем колготки разных цветов каждый день. И наслаждаемся тем, что никто не заметил, как вы надели одно и то же платье седьмой раз за неделю. Но это как бы настолько базовая вещь, что можно в ней ходить до тех пор, пока вам не скажут, что от вас неприятно пахнет. Ну охренеть, че? Влезла. А всего-то надо было догадаться, что носки не скользят, а колготки скользят. Да, слушайте, настроение поднялось. Даже не знаю теперь, как вам следующую вещь показывать. Это вот, знаете, бывают моменты, когда настроение, ну, ну, говно. И я подумала, что круто было бы иметь такую вещь, которая одним только своим цветом отражает все, что находится внутри вас. Причем в прямом и переносном смысле. И следующая вещь тоже под не очень хорошее настроение, если честно. Потому что она, во-первых, очень широкая. Вот когда плохое настроение, хочется покушать иногда. Но не покушать, а прям покушать. А не влезает, джинсы могут лопнуть. Так вот, эта юбка, она застегивается на все пуговицы и носится на высокой талии. Мы ее надеваем, идем туда, где много еды, расстегиваем верхнюю пуговицу. При необходимости две. И жрем, сколько влезет. Просто лучшая юбка в моей жизни. И, кстати, карманы глубокие, можно еще столько еды с собой унести. И вот такая штука у меня теперь есть. Это короткий свитер с длинным горлом, который у меня сейчас болит. Он такой фиолетовый, но не очень. Потому что здесь еще проплешины белые. И его я заказала для того, чтобы носить тогда, когда начнет заканчиваться цвет моих волос. Прямо как это видео. Ну, типа, когда они будут фиолетовыми, но не очень. И на этом я заканчиваю свое видео. Хочу напомнить вам о том, что безумно вас люблю. И о том, что если вам понравилась какая-нибудь вещь, то все ссылки в описании. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok